А сейчас мы с вами отправимся в самую прекрасную, самую неповторимую субтропическую пустыню под названием Сонора. И только двум странам Мексики и Соединённым Штатам Америки, а именно Аризоне и Калифорнии, повезло иметь часть этого великолепия на своей земле. И сейчас я хочу вас провести по всему этому великолепию, показать, рассказать, чтобы вы почувствовали и поняли, что же это такое пустыня Сонора. Если слово пустыня вызывает в нашем воображении образ песчаных дюн, барханов или пересохших пейзажей, тогда, друзья мои, приготовьтесь к такому откровению, которое сейчас я вам расскажу и покажу. А что же такое пустыня Сонора? А эта пустыня, она самая экологически разнообразная и прекрасная на всей нашей планете Земля. Подсчитано, что более 350 видов птиц обитает в этой пустыне. Более 20 видов земноводных, да-да, земноводных, потому что ведь здесь и реки протекают. Одна из самых крупных рек – это река Колорадо. Также в пустыне Сонора более 100 видов рептилий, более тысячи видов только местных пчёл и более 2000 видов местных растений. И поэтому пустыня Сонора, которая раскинулась вплоть до мексиканской границы, вот от этого места, где мы сейчас находимся, она является очень жизненно важной средой обитания для таких редких животных, птиц, насекомых, которые можно увидеть только в этой части земного шара. Почему же такое разнообразие животного и растительного мира на территории так называемой пустыня? Дело в том, что дважды в году здесь проходят очень обильные осадки в виде дождей, и поэтому всё оставшееся время года, когда очень жарко, а жара здесь может достигать 48-50 градусов, да, 50 градусов, В один из дней, когда было 50, ровно 50 градусов жары, мои внуки, которые находились, гостили у меня здесь, в Аризоне, они не могли вылететь назад в Небраску, потому что самолёты были очень раскалены, поверхность самолёта была раскалена, и ни один рейс не был осуществлён в тот день, то есть мои внуки улетели на следующий день. И вот такую, казалось бы, невыносимую жару и температуру воздуха, когда ничего живое не может существовать, пустыня Сонора предоставляет убежище, и не только убежище, а предоставляет вполне сносные жизненные условия для растений, для животных, для присмыкающихся, которые обитают здесь. Я хочу заострить ваше внимание на окрасах растений, которые мы видим вокруг. Сколько оттенков зелёного цвета! Это просто удивительно! Посмотришь на любой кустик, на любую травку, на любой кустарник, и ты видишь, что, да, они зелёные, но они абсолютно разного оттенка. Может присутствовать где-то жёлтый цвет, где-то красный, где-то бурый, где-то оранжевый, где-то соломенный цвет. Всё это вплетается, переплетается, и под ярким солнечным светом это всё горит такими красками, как калейдоскоп. И когда идёшь по тропинке и потом оборачиваешься назад, то ты видишь уже эти краски совершенно под другим углом, и они тебе кажутся совершенно освечены по-другому. То есть одно и то же растение, независимо от солнечного освещения, оно может показать свои цвета от тёмного до... и вообще разные оттенки этого растения. То есть по холмам, когда ты идёшь, где низины, где подъёмы, и солнце освещает по-разному, ты идёшь вперёд, ты видишь один цвет, один ракурс растений, а останавливаешься, оглядываешься, а там совершенно другое. И каждый раз это всё прекрасно, каждый раз это какое-то что-то другое ты видишь, что-то такое удивительное, которое ты сразу не разглядел. Поэтому просто ходить по пустыне невозможно. Я, например, когда иду, я постоянно останавливаюсь, оглядываюсь по сторонам, оглядываюсь назад, и вдыхаю этот воздух, слушаю птичек, шум ветра. Это просто бесподобное чувство, это бесподобное какое-то уединение, и ты уносишься совершенно в другой мир, совершенно другие ощущения, что как будто бы ты и не находишься на земле, где живут остальные люди, где машины, которые снуют взад и вперёд, шумы всевозможные. Ты здесь находишься вот на природе, наедине с природой. Ты только слышишь эту природу, и она твой, как говорится, и начальник, и она твой бог, и она твой повелитель. Когда ты очень часто ходишь по местам, которые ты любишь, то ты начинаешь запоминать все тропинки, какие-то кустики, какие-то знаковые места, по которым ты определяешь, где ты находишься в данный момент. Так вот и я, когда иду, мне становится, но это не сразу, конечно, приходит, становится заметно, где прошло какое-то животное, куда свернуло, где даже оно, может быть, прилегло отдохнуть. Вот я вам сейчас покажу место под небольшим кустарником, где вот эта высокая трава, которая колосится, она примята, и конкретно видно, что кто-то здесь лежал, не просто какое-то маленькое животное, а, скорее всего, это был или лось, или олень, ну, что-то, в общем, большое, которое вот так вот примяло всю эту травку. А знаете, вот еще очень любопытно, когда идешь по тропинке, некоторые животные, птички или там ящерицы, они очень любопытные, и некоторые даже осмеливаются выбегать на ту же тропинку и бежать впереди тебя, потом останавливаться, оглядываться, заглядывать тебе в глаза, ждать, пока ты поравняешься с ними, и потом снова бегут впереди. Очень интересно это наблюдать вообще. Вот, кстати, вот это место, то, что я вам сказала, примятая трава. Вот посмотрите. Сейчас я подальше отойду, и будет видно. Вот. Кто-то лежал. Да, вот еще что хочу сказать, что такое разнообразие цветов, различных цветов, что и все даже не стало снимать, потому что, ну, очень много останавливается возле каждого цветочка, и снимать его, тогда у меня бы получилось очень-очень большое длинное видео. Ну, вот то, что вошло в камеру, что я захватила, то вы и видите. Сейчас мы подходим к тому месту, куда я хочу вас привезти и показать. Вот эти рассыпающиеся, казалось бы, горы на большие такие валуны, камни, это все последствия извержения вулканов. Да-да. Где-то около 40 миллионов лет назад здесь было очень многочисленное, здесь было очень большое, будем так говорить, количество вулканов. Вот эти вот камни, называются boulders на английском языке, на русском это валуны, они имеют, некоторые из них имеют происхождение именно вулканическое, состоящее из вулканического пепла, а также очень многие из них состоят из гранита. Посмотрите, они очень огромные, казалось бы, они такие неустойчивые, вот могут покатиться, могут упасть с вершины, но на самом деле это огромные глыбы, огромной тяжести, веса огромного, которые, наверное, тут вот так и находятся в таком положении веками. И, кстати, когда на них образуются трещины, поскольку здесь несколько раз в год дуют очень сильные ветры, так называемые муссоны, муссонные ветра, которые приносят и пыльные бури, и дождливые бури, они начинают выветривать вот эти вот трещины в этих огромных камнях, и камни приобретают форму такую, можно увидеть где-то, как будто это какое-то как животное, или человеческое лицо, или это какие-то пирамиды, то есть очень интересные формы обретают эти камни под воздействием ветров. Можно судить по возрасту этих пород, по тому, как они тоже уже цветут, и мох на них, и разная трава растет в глубине, прямо в середине камней, очень интересно. Вот форма тюленей каких-то морских, котиков. У меня ассоциация с таким видом, как будто вот когда я в детстве смотрела сказки про циклопов, про динозавров, вот все напоминает мне, об этом, то, что я увидела в детстве, напоминает вот это место, куда я иногда прихожу. и тюльпанчики желтые, и какой только травки здесь нету, и синий, и желтый, и вот розовый, оранжевый. И на горизонте эти великолепные жители, соноры, кактусы, которые называются сагуара кактусы. Я хочу сделать отдельное видео именно об этих кактусах, об этих примах, примах-балеринах в пустыне Сонора. Вот, казалось бы, эти камни крошатся, ничего они не крошатся, это гранит. И совсем скоро мы подойдем к тому месту, ради которого я сюда вас веду. Вот они. Не правда ли, как это прекрасно? Вокруг горы, 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 куда не посмотри, со всех сторон горы. Небо низко висит. Новейшие облака. И вот мы пришли. Посмотрите. Это сказка. Это мое одно из любимых мест в этой пустыне, где я живу недалеко и могу сюда приезжать. Это они, величественные, великаны, гордые, друг на друга оперевшись. А вот смотрите, я сейчас вам покажу нечто. Думаю, что это сделано человеком. Вот мох какой на камнях. Думаю, что это сделано человеком. А нет. Это сделала вода, которая вот уже не знаю, сколько времени сбегает с верхушек этих каменных глыб и точит в камне вот эти ямки. вот сейчас будем забираться сюда вовнутрь, проходить на эту площадку. Она небольшая, но открывается очень красивый вид. вот сейчас пройдем по этим волнам. рядом с этими болдерс, с этими валунами ты чувствуешь себя таким маленьким муравьем, таким маленьким существом, с этими огромными камнями, валунами ты чувствуешь себя каким-то лилипутом, как из той сказки, опять же, про лилипутов, про Гулливера, про Циклопа. Вот это вот это место напоминает мне эту сказку. И ты на самом деле чувствуешь себя каким-то здесь лилипутом. мою любовь, сонора. Вы знаете, к сожалению, все больше и больше территорий у этого великолепия отвоевывается урбанизация, то есть строятся города, расширяются города. Только в 2007 году вот у этой пустыни, вот у этого великолепия в день отвоевывалось до 400, нет, неправда, до 4, до 4 тысяч квадратных метров в день. То есть застраивалось в день в 2007 году 4 тысячи квадратных метров. Вот представьте. Просто у людей, кто любит место, где здесь, они поэтому здесь и живут в Аризоне. Во-первых, из-за того, что здесь очень тепло, солнечно, и плюс, потому что здесь такая природа прям рядом, вот такое великолепие. Вот люди очень беспокоены, что не хотят люди, чтобы вырубали, вычищали эту красоту, чтобы пустыня, субтропическая пустыня, которая одна такая только в мире, на нашей земле, чтобы она сжималась, становилась меньше в размерах. Когда ты можешь видеть горизонт, это самое необходимое чувство, видение горизонта, которое человеку нужно. В этот момент человек отдыхает душой, уносит свой взгляд далеко-далеко к горизонту, задумывается, отвлекается, оздоравливается. Нам нужен, нам нужно видение этих горизонтов. Ну вот, напоследок можете увидеть, как высоко я сижу. Конечно, сильно не передает камера, но я сижу, на самом деле, очень высоко. Спасибо всем, кто прошел сегодня со мной за эти 20 минут отрезок пустыни Соноры. Все, кто досмотрел, эти, может быть, для кого-то показало, что долгие 20 минут, а для меня они пролетели как одно мгновение. До скорых встреч! С вами была Мила из Аризоны. Мила